Людей нашей общины перестало биться сердце доктора Кенхасова. Каждый, кто сегодня пришел в этот финир, он прекрасно знает величие, красоту, доброту, гармоничность этой души человека, который смог прекрасную жизнь создать в своей суфу, непокойной в те зрения, которые покинули этот мир совсем недавно, всего 6-7 месяцев назад. И вот сегодня мы собрались, чтобы проводить последний путь нашего дорогого Дедского. Я хочу выразить от имени всей нашей общественности соболезнования, сыну Давиду, дочери Антуре, Тамаре, Леночке, Светлане, от имени многих общественных организаций, которые меня просили обязательно передать вам слова утешения. Соломок Кенхасов родился в 1929 году в семье Симха Кенхасова и Мирьяма Брамовой. Есть разные представления о его дате рождения, но официальная дата и его метрики в 29-м году. Мы все знаем семью Кенхасовых, одной из самых посвященных семей Самарканда. В свое время эмигранты из Ирана, они, освоив Самарканде свою жизнь, начали и достигли больших результатов. И всем нам известен был Джонни Ковули, один из основателей этого огромного рода, написавший слова, шестиязычные слова для купцов, которые едут по региону, чтобы они могли говорить на иврите, на французском, на немецком, на русском, на фарси, чтобы могли правильно общаться, чтобы вести торговую. Вот такая была посвященная семья. Обратите внимание, человек создал слова. Это значит, человек, который создает слова, он не думает только о себе, он думает о многих людях, которые сталкиваются с этими проблемами. Вот это умение думать не только о себе, думать о многих людях, которые сталкиваются с проблемами и которым надо обязательно помочь, решать их, была особенностью рода Пенхасова и в части, в части нашего дорогого Де Целомона. Доктор, врач, закончивший в 1957 году, он был известен не только как медик, но и потрясающий певец. Врач, врач, трудно забыть, и я, наверное, точно никогда не забуду его волос, высокий тенор, который знал в цепости музея Раджимбергова, Рашиды Белбутова и многих современных певцов, поражая не только высокое культурное исполнительство, но и всемнейшим профессионализмом. Женившись на прекрасной женщине Ренея из очень хорошей семьи, они прожили большую и красивую жизнь. И надо отдать должное, что, прожив эту жизнь, они детям создали все условия, чтобы они могли учиться. И Давид, и Геора, и Тамара, и Лена, и Светлана стали врачами. Они продолжили ту слизью профессиональную, которую определяла жизнь отца.